Что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Нам говорят, что нужно милости Господне вспоминать, считать. Это прекрасно. Как хорошо нам было, как Господь нас любит, от опасности избавлял. А вот Иуда напоминает, и при том не просто напоминает, а все послание посвятил этой памяти, где Бог давал милости, а потом этих людей погубил. Вот сегодня, если задать вопрос этот сектантам, я у них ни разу не слышал проповедь на это послание. Нигде, ни разу. А почему? Он между нас спас нас все. А там написано, дабы не погиб, слово-то погиб-то остается, а Бог никого не погубляет. Он только всех любит. Не так. Написано прямо, вывел и погубил. Что там, говорит, гробот было в Египте? Зачем ты нас вывел? Они роптали, они понимали. А тут ответ дается, неверующим. А чему неверующим? Вот вопрос остается. Но они же поверили, они вышли. Они не верили, в первую очередь, по порядку, что Бог всемогущий. Они его приравнили к другим богам. Они с легкостью приравняли его к быку, Бога. Только Моисей зашел получать закон, они быка сделали. В Египте поклонялись. И они его в один ряд вставили. Почему Моисей знает, как народ и говорил, они спросят, а как тебе имя? Бог. Мы даже вопросом не должны задавать. Бог один, Бог Егова. Он открылся, говорит, я Егова в случае. Нет богов, кроме Бога единого. Он единый на всю вселенную. Люди, миры, они этого не понимают. У них Бог солнца, Бог луны, Бог земли. Распределяют. У грехов, у ремлян, у всех это одинаково было. Вера во единого Бога требует отречения, от прежних взглядов, от идеи, взглядов, что у тебя уже на уме было. Все оставь. Посмотри, как говорит об этом Писание. Писание говорит так. Бог всемогущий, и Он даст вам силу, и вы одержите победу, войдете в обитованную землю. Ведь Моисей фактически начинал все с нуля. Веры-то никакой у людей не было. И они на каждом шагу расстали, а может ли Бог дать? А что дать? Мясо. Мясо всегда на первом месте стоит. Мясо. Но мы, знаете, как перестройка началась, и люди поехали за границу, приезжают и спрашивают, ну как? Там колбасы сто сортов. Вот колбасная психология заслонила весь духовный горизонт. И ни о чем больше не говорят. Я разговаривал не раз с теми людьми, которые приезжали, и начинают говорить сразу о колбасе. Я говорю, а Библию продают? Библию я даже не видал. А ты знаешь, сколько там колбасы? И какая она? Я его разворачиваю, куда она пьет, только мясо. Он говорит, народ, что он этого, может ли Бог дать мясо нам в пустыне? Бог говорит, дам. И написано, дам до нас дрей. Ну, лозер, это выше рта. Выходит, что-то ели, такое большое, что выше верхней губы было. Да, он Бог накормил. А дальше, а Бог может ли дать нам хлеба? Манну дал. А Бог может дать нам чесноку, луку? Луку терепчатого. Они даже уже сорт лука какой хотели. Бог дал им все. Еще, говорит, пища была в устах, и гнев Божий посетил их и уничтожил. И не просто по старости, а юночных, тучных, сытых, справных, которых можно было брать в космос. Бог неверовавших погубил. Остановимся на этом. Почему? Бог дал заповеди. Заповеди были очень странные для евреев. В Египте все было по-другому. И вдруг какие заповеди? Нет иного Бога. А как? А что, я учился? Я, может, заканчивал там колледж в Египте? Все ложь. Все, что ты до этого учил, признаешь за ничто. Павел говорит, что для меня было преимуществом. Ради Христа я почел счетою. Это мы только думаем, что мы грамотные. Грамота прежних людей была такая, что КОДА два класса приходской школы и работал продавцом. У меня дедушка ни одного класса не кончил. Ни одного. И работал много лет продавцом, и ни одной копейки ни туда, ни сюда, ни лишнего не было. В окопах учился, первый гримандский. Народ был нисколько не глупее наших современников. Но тогдашние люди знали то, что не нужно знать. И он начинал с нуля. Первый. Я Господь Бог ваш, не остального Бога. Далее. Посвятить Богу, что нужно. И четыре заповеди высветили, что люди не готовы. Они сразу начали нарушать субботу. Суббота покой. Если бы было сказано, дай один день и работать в сутки 24 часа, люди бы это приняли. А люди разные названия, трогоголики, трогоголики могут работать, быть героем, сосредоточить по труда. А когда Бог сказал, один день для меня, непрерывно нарушение будет идти. Под разными причинами на воскресенье мы будем работать. А ведь это десятисловие. Ничего не делать. Пошел собирать. Его поймали. А что он нам сделал? Как мы разговариваем друг с другом. Я чужого не брал. До утра посиди, утром решение суда будет. Утром решение убить. Сдрогнул весь Израиль. Как убить? Ведь никто не знал, чтобы религия насаждалась таким путем. Моисей ничего не давал, чтобы убеждать людей. Он мечом всем насаждал. Люди сказали, а мы хотим вернуться в Египет. Обоклоняться быку. Он сразу, сыны, леви, ко мне. За мечи. По шатрам. Кто вчера выходил на митинг? Кто голосовал в таком партии? Всех зарезать. Я перевожу на тот язык. Вернуться к старому хлопку. Что хотел? 3800 трупов лежит. Рыдал весь Израиль. И написано, осветите руки ваши. Да как же осветить? Кровь же всегда пролитая на землю, вопиет к Богу. Осветил. Бог осветил руки левитов, крови пролитых братьев. Давайте серьезно посмотрим. Бог их крошил, кромсал, выжигал. Еще так он с ними не делал. Я один раз избавил, провел через море Египет. Пусть верны мне. Я хочу вам об этом напомнить. Вспомним, сколько милости с каждым из нас было. Бог избавил. Но дойдем ли мы до обещанной пристани? Бог дал им место. Построили город. Построили храм. Бог отнял храм. Отнял город. Вопрос один, за что? Делали не то, что Бог повелел. Бог напоминает нам. И мы посмотрим по страницам священного писания. Вот в раю. Бог дал Адаму жизнь. Жизнь бесконечная. Не стареющая. Всегда радость. И вдруг вера кончилась. Подползает змей. Да Бог говорит, ну я понимаю, там лебедь какой-то или что там красивое такое есть. А то змей. Саша, смотреть-то. Поверили больше, чем Богу. Змей. Как он говорил? Поверил, шипел, стрекотал. Неизвестно. Но он сказал. Нет. Это нет. Было на Божье. Да. Бог говорит, день вкусишь смерть и умрешь. Нет. На все, что Бог утвердительно говорит, Сатана говорит отрицательно. Где Бог говорит, не делай, Сатана говорит, делай. Ялзаталут говорит так. Чтобы люди соблюдали закон, Бог дал людям совесть. И совесть и написано, не нарушай закон. И если ты нарушаешь его, то совесть пробуждается и стыдно тебе. Стыдно делать. А Сатана перевернул наоборот. Грех делается без стыд, а на покаяние пойти стыдно. Покаяние. Бог пришел покаяние искать. Исповедник. А Адам спрятался в кустах. Он его на исповедь не может дозвать, все Бог. Он хочет его вывести на прежний путь. Адам, где ты? А я услышал голос твой и испугался. Адам, да мы вчера ходили с тобой, беседовали. Мне иногда говорят, вот мы знали, на меня, мы бы пришли, но мы его боимся. Я говорю, этот голос я давно знаю, он еще в раю был. Скажите конкретно, почему вы боитесь меня? Я вас отнял что-то или никто ничего не отвечает? Боимся. Адам испугался. Вот откуда этот страх-то. И вы боитесь, что ваш грех обнаружится? Возьмите в Потеряевке. Обнаруживает зима. А что зима может обнаружить? Тропинки ни одной из дома нет. День за днем проходит, и ни одного света нет. А вы знаете, что за этим скрыто? Это отречение от спасения. Все пишут надпись. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Написано. А впереди-то написано два условия. Первое. Если ходим во свете, как он во свете, запятая, и имеем общение друг с другом. А если этого нет, никакая кровь не поможет. Ее нет для тебя просто. Общение. Десять дворов друг к другу не ходят под разными предлогами. Занятия не идут. Телевизор. А нам некогда. Телевизор есть. Никому не идет. Почему? А дом полон артистами. Дом полон бандитами. Всех, которые через телевизор ходят. Дети непослушно растут. Очень дерзкие. Но это не все. Ты не забывай, что Израиль не вошел в обетованную страну. Он тебя вывел. Бог дал тебе правильное крещение. Дал святую и православную веру. Православная вера требует ревности. Усилий. Нигде такой службы длинной нет. Конечно. Она не должна быть такой службы. Это сердце мое говорит. Должна быть покорой. А тогда совсем ее нет. А в чем она закричает? Пока вообще. Батюшки нету. Сократили ее там. А и вовсе сейчас уже продолжается. Все. А мы даже понимать, что здесь происходит. Чтобы выйдя отсюда, гореть тем, что мы здесь услышали. Израиль ничего не хотел Богу посвятить. И остался без всего. Бытие 6.6. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. И воскорбил сердце своем. Создал для жизни вечное. А пришлось истреблять всего человека. Это не сегодня. Бог создал мир и неверовших погубил. И не одного, а весь мир. Восемь человек только оставил. Не будем забывать, что тут еще хамово племя на этом корабле будет. Это не сегодня началось. А слышал ли Леат Ноя? Ни два дня, ни три, сто лет проповедовал. Люди приходили. Ясно, что такой корабль не построить семейным подрядом. Это надо было много рабочих нанимать. А бригада была трест строительный. Сегодня и то корабли строятся много лет. Погубил. Первая книга Сарс. 15-30. Пять. Господь раскаялся, что воцарил Саула. Господь дает для блага. Народ просил. Богу не угодно было. Без воли Божией было. Но Господь дал самое лучшее, что нашел в Израиле. Сегодня, если мы не будем молиться, будет скоро избрание президента. Бог может дать самое плохое, а может дать хорошее. Но это хорошее, что в человеке было. Правильное воспитание, красивый вид его импозантный. Кончится ничем, как у Саула. Он сделался тираном, деспотом. Он задавил страну. Он разрушил все. Я все время вспоминаю, как он гонялся за Давида. Мы думаем, в жизни все бывает. А если бы он его настиг? У меня бы не было псалтыри. Я сижу один и голову закрою. Ужас какой. Давид, беги. Хочется кричать, прям сегодня встать. Псалтыри бы не было. Не было, помилуй меня Божий, живущим под кровом Всевышнего. Если бы замысел шпионов, Сауловых, шпиков, соглядатых удался. Если бы они его захватили. Это равно его взять. Приказ. На постели хотя убейте, но принесите, если он болен. И что? Бог избрал его, раскаялся, и Саул погиб. А Христос сын Давидов. Книга Бытие, 18-25. Авраам говорит, не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Сколько мы этих примеров знаем? Часто бывает так, и праведники гибнут вместе с нечестивыми. Но это несправедливо. А вот это несправедливость, Иоанн Златоуст говорит, лучшая доказательство, что будет суд Божий. Суд Божий заключается в том, что совесть говорит, должно быть по правде. А правда на земле нет, значит она где-то в другом месте. А где она будет? Ясно, что будет в вечности. Если бы на земле все было по правде, по закону, по справедливости, так тогда и суд Божий как будто уже не нужен. Исновим, 22 глава, 22 стих, и говорит так. Если мы отступим от Господа Бога, то да, не пощадить нас Господь Бог. Какой они завет дали? Если под этот завет сегодня взять страну, страна в один день исчезнет. А они не побоялись это сказать. Может поэтому Израиль так много терпит. Это было заключение завета с Господом. Если мы отступим от Господа Бога. Первая закона нет иного Бога. И вот они заново, второзаконие книга, повторился тот же самый закон. И теперь заключает завет с Богом. Если мы отступим, пусть Бог нас не щадит. Пусть Он нас истребляет. Мы никому не нужны ни на земле, ни на небе. Страшные слова. Израиль на это пошел. Было время, в 1613 год в России принесли клятву на верность царскому дому. И считать страшно даже, какие клятвы. И теперь вот эта клятва остается в силе. Что если мы отступим от царя, и дальше что с нами будет с поромками. Мне не дано понять тайну эту. Что за этим последовало. Но вот последовало именно так. И погиб царь. Царь зашел на Голгупу. А за ним потянула вся Россия. Мы не можем из этого состояния выйти. Более безнадежного состояния, чем у нашей нации нет. То по всем направлениям враг бьет и истребляет русского человека. Вообразить нельзя. 18 тысяч абортов каждый день. Мы идем во главе всего мира по абортам. Россия и Румыния. Два государства. По количеству населения. Дальше. В школах какое идет развращение. Какая программа. С чего человек и не насаждается. А какая пища отравленная. Не додают чего-то. И все это на уничтожение. Срок жизни. Плохое медицинское обслуживание. Вопрос остался в силе. Почему? Если Бог обещал обетованную землю. В других странах живут не так. Ну почему у них две вопросы не отвечают никогда в патриарх? Ну корень-то где-то есть. Скажут. А ты знаешь? Я тоже не знаю. Но написано. Если мы отступим от Господа Бога. Я вот эти слова беру. И Бог не щадит нас. Мы отступили от Господа Бога. Знаете, как хорошо считать? Иисус Новин 22, 22. Запомните, две двойки. Четыре получилось. Да не пощадит. Еще три двойки на памятник. Второе послание Тимофею. Вторая глава. Второй стих. Запомните? Этот стих. Приговор России. Я его знал наизусть. А тут как завеса какая открылась. И говорит. Моисей. Помни, что ты слышал при многих свидетелях. И передай это добрым людям. Которые могли бы других наставить. Когда это в России было? Эти слова, родители, которые сегодня перевели. Разве это к нам первый раз это Евангелие попало. Значит, надо научить. Теперь напоминать об этом, что научил. И побуждать тому, что передал другим. До хороших людей найти, кому передать. Кому передать. Какой священник сегодня будет ратовать об этом день и ночь? Как Павел Тимофеев. Смотри, не забывай, чему я учил. А чему учил? Ничего не учил. Раз за разом люди приходят в храм. Годами исчисляется хождение. И не знают Писания. Не знают количество книг в Библии. Не знают, кто о чем говорил из пророков и апостолов. К чему призывали. Мы должны фактически на каждое событие в жизни узнать, как ответить. Каким стихом прикрыться. Каким стихом осветить зрение и путь к этой цели. Евангелие от Луки 13.35. Господь говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Почему? А чем мы лучше их? Вылетшие оттуда. Он их погубил за неверность. Мы уверовали. Бог даровал нам веру. Не будем свидетелями. Не будем исполнять. Все так же погибнете. Это слова Иисуса Христа. И эти слова нужно постоянно повторять. Что мы спасение можем потерять в один день, в один час. Если в нас не будет ревности. Уверовал минуты не сиди дома. Вот кто не имеет ни с кем общения. Люди довольные, что у нас дети. Все время сидят дома. Но в городе не так заметно. Не знаю, что в потерянке очень заметно. Во-первых, мало дворов. И дальше видно совсем никуда не ходят. И каждый думает, когда разговариваешь, что все у него нормально. На богослужения в вечернях по заказу, если придут. На занятия совсем не ходят. И все еще убеждает, что я верующий. Это лучшее подтверждение, что это крайне неблагополучно. Потому что те слова, которые Бог говорит сегодня на богослужении, в прокладе, это все мимо. Ты уже это выполнить не можешь. Это пробел в мозгах. Ученик в школе не был. У него что будет стоять в дневнике? Какая программа тогда? Здесь чистые леса и на следующий день ничего нет. Первое к Каринтинам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Израиль был очень походлив на пищу, на свои воли. И когда Бог дал все, написано, народ ел и пил, но дальше, кажется, встали, да и благодарить Бога начали. Нет. И стал играть. Стали плясать. А слово играть имеет другой смысл. Ударились в блуд, потому что всего было в достатке. Не просто играть. Не вокруг елки прыгать-то. А что-то посложнее. И 11 стих. Все это происходило с ними для того, чтобы мы помнили достигших до последних веков наставления. Любое событие, которое было в России, это касается и нас сегодня. Россия, особенно беда с церковью. Когда считаешь прошлую Россию, любое произведение, все эти баллы какие-то закатывали, народ страшной бедности. В 1861 году только отмена крепостного права. И хуже ничего нельзя было придумать. Крепостное право отменили, а землю не дали. Народ вышел с земли, да нет. Работать-то нет. А как работать-то? Он снова пошел себя продавать кабулу. Ведь это все были очень большие площадки, не просто ступени для революции. Ну неужели ни один священник это не видел? Может кто-то видел. Почему не кричал Иоанн Кроштадский? Серафим Саровский. Это прям рядом там все люди. При них происходило. Она была день и ночь кричать, что Бог так не заповедал. Разве вы одни на земле живете? Мы должны это сегодня помнить. Я вам в прошлый раз говорил, над нами какая нависла здесь опасность. Как надо молиться об этом. И уже 4 дня прошло, и Бог ответил. Мы уже ответ получили. Мы молимся, все молимся. Внезапно звонит в городскую администрацию. Приглашает на встречу с вами. Вы же хотели встретиться? Я говорю нет. Ну как же, вы же говорили? Да я не говорил. А кому я говорил? Он говорит, мне говорили нет, я не говорил. Ну, все же говорил. Бог услышал нашу молитву. Как он может? Работник городской администрации говорит, Бог услышал нашу молитву. Я это иначе не могу никак воспринимать, как 4 дня только прошло. Личные встречи я пытаюсь по-другому сделать, а меня подталкивает к нему. Книги открывает к нему вход. Я ему говорю об этом, ведь он может к нам сюда приехать. И он ничего не знал даже, что делается. За одну неделю Господь раскрывает все это. Как будет дальше, не знаю. Усилить молитву. Мы прямо получаем ответ. О чем молились? Даже не верующие. Ну, скажите кого-нибудь, чтобы вам позвонили с администрации, руководство города и сказали, Ваши молитвы там услышаны. Ну, кто слышал такое? Я говорю, а какие молитвы? Он ничего не может ответить. Человек-то не знает. Мне рассказывал один человек, войну было. Мы, говорит, в Ленинграде были. Остались двое. Мать с дочкой. Есть нечего. Мы, говорит, встали на колени и молились. Потому что ни одной крошки хлеба нет. Молились двери, никогда не запирались. От кого запираться? Ничего нет. Все пожгли. И просим, Господи, дай нам что-нибудь хлеба насущного. Вдруг открывается дверь, и какой-то грохот, что-то падает. И только наутро пришел офицер и говорит, Кто здесь лежит? Меня ночью подняло с постели, а у него пайка, все полное по военному обеспечению. Он на большом положении был. И мне голос говорит, зайди в такую квартиру и отдай, что ты получил. Я, говорит, не мог ничего сделать. Как будто кто-то меня за руку вел. Я подошел в квартире, зашел, никого нет. Они за коридором в комнате были. Я бросил туда все, что у него было, сгущенное молоко, хлеб. Это сокровище неоценимое в блокадном городе. И вышел. И мы бы никогда этого не знали. Бог рядом, Бог близко. А неверующих, неверующих погубил. А верующие будут вознесены. Второе Петра 1, 12. Для того я никогда не перестал напоминать вам, хотя вы то и знаете. Вы, людям, напоминайте об этом. Какие беды прошли над стороной нашей. Нам сейчас только одно надо просить, чтобы Бог пробудил священников, епископов, патриархов, чтобы Слово Божие насаждали. Выхода никакого нет. Что бы ты стал делать? Ну, в первую очередь, закрыл храм. А потом бы каждый день учить, и учить, и учить по одному. Чтобы не было травли против Слова Божия. Апостол Петр нам об этом напоминает. И что интересно, напоминает о Слове Божьем. Не о причастии, не об искове. Я об этом напоминаю. Чаще и исповедоваться, причастия. Они напоминают нам о том, что было ими сказано. Напоминаю. Знающим Писание, что вывел. Это где? Из Писания. Я вам опять напоминаю, как Израиль грешил, как они просили у Бога сверхмеры. Я напоминаю вам об этом. Нам слишком много Бог дал. И главное, огромное пространство, богатая земля. Нам все Бог дал. Книга пророка Ниемии 9,29. И ты напомни им, чтобы они обратились к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих. Пришел из плена, и Ниемия начал заниматься исследованием. За что Бог погубил нашу страну? И нашел ответ. За отступление от заповедей. Конкретно, нет слова Божия. Если кто-то найдет где-то в литературе, покрытие мне, что сегодня прямо вышел какой-то археерий и сказал, нас, Россия, беда вся из-за того, что Библию отняли у народа. Что не дали закон Божий. Народ необразованный. Пообещали землю, пошли за всеми, за чужеземцами. Мы, русские люди, сделали с игралищами людей, которые не являются природными жителями в стране у нас. Игралищами международной закулисы. Несчастные люди. А ведь вся Россия была православной. А ведь шла больше 100 миллионов православных. 140. И 30-34 стих. Сори и князья наши не слушали Тебя, и Ты наслал на нас врагов. Вот ответ где. Исайя 62-6. О, Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Нигде не умолкайте. Люди будут противничать. Вот только сядешь в автобус, и все время думаю, возьмите с собой визитки, раздавайте и говорите. Вот я вчера поехал только короткий путь, но всего до вокзала. Мгновенно Бог выявил на человека сидит, слушает. Я подаю ему визитку. Вы хотите услышать? Зашел разговор, он уже что-то слышал о деревне. Пошел такой хороший разговор, где что можно найти. С тобой материалы, выдаю один материал, второй. А про это есть сразу, как будто мы давным-давно знаем. Вышел на остановку, раздаю. Ни одному не могу дать даже. А почему? А у меня мама ходит в церковь. Ну возьмет мама, пусть ничего не надо. Какое занятие? Мама ходит в церковь. Я ко второму прихожу, да мы в церковь ходим. Ну возьмите хотя, придете. А зачем нам? Мы ходим в церковь. Ходит в церковь, отравлено намерто все. Не один человек. А этот человек, я говорю, в церковь не хожу, он сразу мгновенно взял. У нас беда-то посрочнее израильской беды. Их можно было привлечь к храму, а мы в храм-то не можем привлечь, они против Слова Божия начинают учить. Вот что надо в молитве показать, что мы живые люди. Первое к Коринфянам 15.1. И напоминаю вам Евангелие, которое я благовестовал вам, которое вы приняли и которым спасаетесь. И второе к Тимофею 1.6. Напоминаю тебе возгревать дар Божий. Мы получили дар Божий. Знание священного писания, желание храма, его надо все время возгревать. Под разными предлогами не оставлять. А не так, что немножко побалее, чуть за не мог и уже не пойду. Ты оставь это все, завтра еще хуже будет. И премудрость 12.2. И посему заблуждающихся Господь мало-помалу обличал и напоминал им, в чем они согрешили. Господь так любит человека, что посылает людей, располагает события, чтобы мы вспоминали, как мы согрешили. Если мы любим Слово Божие, то мы будем понимать, что бедствия, которые постигли нашу страну, в которой мы живем, они за отступление от Бога. Не просто, как говорят, отступили от Бога, но в Бога верить и сатана верит, и бесы верят, и трепещат. Такая вера в народе всегда была. А я верю, что-то есть. Что-то есть. Не в Бога верить надо только, а верить Богу. А вот Богу-то как раз и нельзя верить, когда в Писании у тебя есть. Верить Богу, что Бог сказал, план Божий в отношении нас, что Он хочет Бог нас сегодня. Богу надо верить, а сатана не верит, и поэтому вера у людей просто в Бога, это бесовская вера. Пусть у нас будет вера ангельская, святая, чистая, православная, по Святой Библии. Аминь. Спасибо.